Маски, перчатки и со своими ручками синего и черного цвета. Так россияне голосуют по поправкам в Конституции в Молдове. Как проходит голосование в других странах Содружества в материале моих коллег. Голосование по поправкам в Конституции проходит в зданиях российского посольства в Нур-Султане и генерального посольства в Алматы. Внутрь запускают по 4 человека. На входе у каждого измеряют температуру. Всем избирателям раздают резиновые перчатки и маски. Пока здесь немноголюдно. В этом году голосование отличается существенным образом от предыдущих лет по той причине, что оно проходит в условиях пандемии. С этим связано уменьшение количества участков, которые мы развернули в этом году. Поэтому мы ожидаем, что явка будет несколько ниже. И я хочу сказать, что, например, если в прошлом году в Алматы голосовало до 3-3,5 тысяч человек, в этом году мы готовы принять такое количество людей. Мы запаслись и масками, и перчатками, и одноразовыми ручками. То есть мы ждем наших соотечественников на голосование. На учете Южного консульского округа состоит порядка 22 тысяч человек. Проголосовать за поправки в основной закон страны могут все при наличии паспорта. На учете Южного консульского округа состоит порядка 22 тысяч человек. Проголосовать за поправки в основной закон страны могут все при наличии паспорта. Успешно прошло обнуление сроков Путина. Проголосовали, конечно же, за. Все это знали, все это случилось. Мне интересно лишь только, как это прошло в Казахстане. К сожалению, наши казахстанские новостные агентства это не озвучили. Понятно, тема неудобная. Показывать нам, казахстанцам, насколько консолидированы пророссийские силы в Казахстане. Освещали только телекомпания «Мир», я увидел телесюжеты, и агентство «Спутник». Там был тоже видеосюжет у «Спутника» по Нур-Султану, у телекомпании «Мир» был большой видеосюжет про Алматы. Вот как раз телесюжет телекомпании «Мир», я бы хотел и обсудить. Интересные такие цифры они выдали, честно. Сказали, сколько россиян проживает в Южном консульском округе. Я первый раз услышал такое понятие, как консульский округ. Оказывается, российские дипломаты уже по-своему поделили административную территорию Казахстана на четыре округа. Я не знаю, как называются все остальные, как вы видите на картинке, их всего четыре. Но Южный консульский округ выделен зеленым цветом. В общем, административно они уже нас делят, работают системно, на системной основе. Так вот, на этом зеленом округе Южном проживает, оказывается, около 22 тысяч россиян, имеющих, точно имеющих российское гражданство. Эти люди, 22 тысячи человек, стоят на консульском учете. То есть, пофамильно известны российским дипломатам. Говорить о том, что они все туристы, не приходится. Потому что я помню, что 2 месяца назад Мария Захарова, всем известно, заявляла, что всего в мире на фоне коронавируса застряло около 25 тысяч российских туристов. И полагать, что 22 тысячи из них, это всего лишь Южный консульский округ в Казахстане, конечно, было бы глупо. Скажем честно так, 22 тысячи россиян имеют двойное гражданство в Южном консульском округе Казахстана. Это только в Южном консульском округе. Всего же по Казахстану, значит, мы можем точно уже оценить количество наших казахстанских сепаратистов, которые держат под матрасом, под двумя матрасами, кроме нашего казахстанского паспорта, еще и российскую бумажку. Это около 100 тысяч человек, значит. Точная цифра, пожалуйста. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Помогайте моему каналу финансово. И до новых скорых встреч.